Всем привет! Вы на канале Леса в Америке. С вами Алиса и представитель строительной компании Риджинал Холмс Олег. Всем привет, ребята. Я видела ваше видео, но сказать, что я удивлена и шокирована даже бы я сказала, это ничего не сказать. У них очень красивые домики. Я не могу вам этого не показать. Поэтому пойдемте скорее вовнутрь. Вы увидите эту красоту, которую вы делаете. Между прочим, в этом сабдивижене еще очень много участков. Здесь сколько? Пол-акро, да? Пол-акро минимум. Есть и больше участки. Огромные участки. Качество стройки вот. Я уже все проверила. Очень интересный у вас дизайн, интерьер, разные планы. В общем, это вы находка. Спасибо. Идете скорее. Друзья, мы забыли показать, что именно в этом плане красивый порч. Посмотрите, здесь вы можете поставить свои стульчики и... Не знаю. Мы любим лоскать семечки. Вы можете просто общаться или кресло-качалка. Я не знаю. Очень-очень уютненько, знаете. И что мне нравится, здесь есть прекрасный навес. Между прочим, здесь лампочка. Но я бы сюда вентилятор поставила. И вообще будет очень уютненько. Хорошее место. Может быть, есть какое-то название у этого плана? Это называется P4000. Запомнили? Название такое не сильно. Знаешь, я там знаю, другие называют Калифорния, Филадельфия, как суша. Это P4000. У нас так строго. P4000. Ну что, добро пожаловать домой. Вот, когда я сюда зашла, я сказала, вау! Покажи этот потолок. Это просто сразу дизайнерские идеи бросаются в глаза. Друзья, самое удивительное, что входная зона, living room и кухня – 10 feet потолки. Вы можете себе представить? То есть, ой, тут прям хорошо так дышится легко, когда высокие потолки. Это удивительно. Потому что большие застройщики, они обычно строят 9 feet первый этаж и 8 – второй этаж. Здесь именно living room и входная зона и кухня – 10. В комнатах по 9. То есть, супер! Давайте мы оставим изуминку кухонь, 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 на потом. Это любимое место женщин. Дождитесь, дождитесь. Мы начнем с двух комнат, которые нас ждут при входе, да? Давайте заходим в первую спальню. Мы оказались в первой комнате. У вас сразу вентилятор стоит. Вы позаботились, я смотрю, о своих клиентах. Что мне нравится? На такую комнату обычно застройщики ставят вот такую одну лампу и все. Здесь еще даже такая уникальная стена. А у меня сразу вопрос. Это уже дом продан, правильно? Да, дом уже продан, но, видите, посчастливилось нам ворваться еще, пока люди не заселились. Просто, друзья, еще раз хочу вам напомнить, что regional homes – это сейчас очень редко. Большие застройщики, что поставили, тому и рады, как говорится. Ребята с любовью подходят к своим клиентам. У них столько дизайнерских находок. У меня, ну правда, друзья, я очень рада. Я говорю, Денис, все, собираем вещи, переезжаем. Но дом продан. Мы в этом году вам построим, Алиса, не переживайте. Есть свободный участок. Я вам честно скажу. И дай бог знаете, чтобы было все хорошо на рынке. Возможно, я не зарекаюсь. Но если мы решим строить дом Custom Homes, мы сделаем это с вами. Качество хорошее, ребята, однозначно. Ребята все ровненько режут. Косоглазие устроителей нет. У нас почти все строители, это стран бывшего СНГ, project managers все наши. Там другое качество строительства, там другое отношение. И у нас добрая половина клиентов, это люди с того берега. И то, что американцу норму, то нашим людям не пройдет. Поэтому мы делаем для наших людей. Да, друзья. То есть наши мастера на все руки, наши мужчины, богатыри, все это делают. И наши клиенты, как мы женщины, с лупой, с лупой. Так, здесь. Я просто честно все вижу. Вот что неровно, что недомазано. Мне всегда это бросается в глаза. Здесь все прекрасно. Как такое может быть? Я удивлена тому, что почему мы второй дом купили с другим застройщиком, а не с вами. Алиса, второй не третий, так что не переживайте. У вас еще есть время. Дай Бог, чтобы у нас получилось. Ну, в общем, друзья, вы поняли. Все ребята сделают. Если у вас уже есть ваш план, они его реализуют. Если нет, они вам дадут много идей, как можно воплотить то, что вы хотите, то, что вы думаете. И главное, чтобы это было доступно, так говорится, вашему кошельку, вашему карману. Мужчины, работайте хорошо. У нас, у женщин, вы знаете, идей много. Но, Алиса, сразу скажу, что вот из практики на нашем сайте есть floor plans, то есть наши планы, которые... Кстати, сайт мы сделали и на русском языке тоже, поэтому можно поменять язык и на украинском тоже. Вообще хорошо. Вообще все для людей. Да. И люди иногда выбирают планы, говорят, можно стеночку подвинуть, там подвинуть. И знаешь, мы говорим, ну хорошо, так уж и быть. Но потом часто люди говорят, нет, все-таки давайте как вы. Из-за того, что компания строит сотни домов, мы постоянно эволюционируем. Да. И у нас реально планы близкие к совершенным. Я не боюсь этого сказать. И люди иногда думают, что где-то что-то они придумают лучше. Мы не против, но практика показывает, что максимально оптимизируем наши инженеры, архитекторы это делают. Это отлично. Я как... Лично мой вкус, лично мой вкус. Мне очень нравятся одноэтажные дома. Я устала, честно, особенно с маленькими детьми, бегать по лестницам. То есть я отметила сразу, у вас одноэтажные дома, у вас большие участки, у вас хорошее качество стройки, у вас дизайнерский подход. Друзья, это уже столько плюсов. Мы не будем долго задерживаться в этой комнате, потому что вы должны увидеть кухню, living room. А в этой комнате, смотрите, какая классная стена. Это очень модно сейчас. Вот такие вот, да? Плаймут сделать и закрашивать. Их делают. Но если люди хотят, мы их делаем. Не хотят, мы не делаем. То есть здесь уже все по желанию людей. Ну да. Мне лично нравится. Я вот люблю вот этот вариант. И мне очень понравилось, как здесь... Давайте быстро покажу. У вас вот такой вот широкий, такие дверцы. И вы попадаете, здесь будут ваши вещи висеть. Да, здесь, кстати, уже готовая полочка деревянная и железные трубочки для этих тремпелей, вешалок. У нас в компании аллергия на две вещи. Это карпит. Да. Это первое, у нас трясет. Мы такого не делаем. И второе, это вот эти вот полочки, которые железные, как в холодильнике. Решетки тоже просто. Поэтому мы делаем максимум, чтобы было красиво. Обратите внимание. Вот понимаете, в жизни, жизнь состоит из мелочей. И даже такая мелочь может просто все испортить. Абсолютно верно. Ну что? Это была только первая комната. Пойдемте дальше. Ага, здесь кладовочка, да? Это шкафчик для верхней одежды. Ага, шкафчик для верхней одежды при входе. Это умно при входе, а не где-то там на задворках. Потом здесь туалет идет. А, тут еще и ванная. Обязательно. Слушайте. Значит, у нас здесь унитаз. У нас здесь прекрасный кабинет. Что мне нравится, это черная сантехника. Такие, да, ручки, фурнитура на шкафчиках. Мы в своем доме, у нас были серебристые, мы поменяли на черные. А если бы, Алиса, вы купили original homes, вы бы не меняли. Вы бы сразу сказали, мы хотим брашникель, мы хотим черные, белые, золотые. Все бы вам сделали. Но вот черное, оно красиво смотрится. И здесь, вы смотрите, не жлобская эта квадратная плиточка, а вот прямоугольная такая очень красивая. Но что единственное, как бы я называл, не то чтобы жлобское, но наши славянские глаз, оно режет, это вот эта ванная. Обратите внимание. Да. Здесь дом этот купили американцы. Да. В их культуре это как бы норм. Наши люди, когда наши покупают, то мы, конечно, делаем по-другому. Мы делаем ванную, и в плитка она будет идти. А, с плиткой, да. Да. То есть, это чуть-чуть меняется. Олег, дело в том, что я привыкла в наших всех домах, и в первом, и во втором, и во всех, в которых я была, обычно такая ванная с плиткой. Я знаешь где? Во Флориде, когда мы снимаем домики, там обычно плиточка, они уже сами делают. Мы делаем так, как вот люди наши привыкли с европейской части нашей Родины. Это прям очень хорошо. Из этой комнаты можно сделать как офис, гостевую. В ней то же самое, 9 фит потолки. Окна просторные, такой же самых размеров. Клазец. Сейчас многие застройщики знают, чтобы, как говорится, цены-то у нас как, сейчас пока еще сильно вниз не пошли, но экономить они уже хотят. И они стали делать одно окно. Очень часто. Это жестко, конечно. Очень темные комнаты. Мы стараемся делать 2-3 окна. То есть ты еще увидишь, у нас больше окон. Причем, обрати внимание, сегодня ведь у нас пасмурный день. Ты сказала, что светлая комната. Это при том, что у нас пасмурный день сегодня. Когда солнечные дни, тут настолько сияет все. Но на моем YouTube-канале это можно посмотреть. Да, YouTube-канал, твой ссылочку я оставлю. Друзья, переходите. Вы просто должны увидеть ваш этот ход, понимаешь, как вы строите, что вы строите, ваши дизайнерские идеи. Ну что, как вам, друзья? А ну давай, Денис, покажи, как здесь просторно, как здесь хорошо. Очень красивая комната. Знаете, open space, места много. Мне нравится цвет полов, который выбрали ваши клиенты. Он очень, знаешь, когда полы светлые, мне кажется, комната смотрится еще больше. И окна. Здесь, друзья, если до этого в наших видео вы видели окна, то это окно, оно больше. И сколько ты сказал размер? 6 фит или метр восемьдесят. То есть это не стандартное окно. Ребята ставят вот такие огромные окна. И посмотрите. Здесь три окна. French door. Еще три. И с той стороны окно. Семь окон и French door. Это вот ваш living room, друзья. Еще скажу, что некоторые решают, просто убирают одно окно и делают дверь купе. То есть она получается еще больше, еще больше света. Да. Это просто мы можем поменять бесплатно. И дома выходят реально классной цены. И для наших людей это важно, потому что, я же еще раз говорю, американцам много норм. Они вообще не хотят заморачиваться. У нас особенно, ну, у женщины больше. Они очень к многим вещам, как бы, щепетили. Я это уже отметила в начале, да, что мы женщины. Я лично такая была. Мы с Таней снимали домик недавно. И мне очень план понравился. Я говорю, Таня, мы должны это показать. Потому что вот реально, ну, не в обиду будет сказано американским застройщикам, ну, как-то не с умом сделано. Знаешь, вот как-то мне реально планы очень редко нравятся. А вот ребята, они говорят, что вот, как ты вначале сказал, что у вас продуманные планы. И это уже тоже большой плюс. Посмотрите, это современный классный камин. Он с хитром. Он дает тепло. Немного дает, но дает цвет камня. Также можно выбрать. Слушай, какой классный камень. Это, да. Очень красивый. Классный камень. Самые разные цвета. Вот эта полочка, где будут стоять ваши свечи. Ей можно больше сделать полочку, меньше. Это все, что мы предлагаем. Там место для телевизора. Вот ты сказала насчет двухэтажных домов. Да. И наше мнение, что двухэтажные дома вообще популярностью пользуются у наших людей, вот приезжих. Потому что для них это ассоциируется с типа богатством. Вот у нас на родине двухэтажный дом, это значит какие-то крутые. Я этого не знала. В Америке я бы так не сказал, почему. Потому что строят двухэтажные дома там, где дома вот так друг к другу, как муравейники, знаешь. Когда ты можешь руку вытащить и у соседа взять. Знаю. Мы сейчас в таком живем. Вот. То у нас как бы другая картина. У нас позволяет участок. Да. Мы строим. У тебя лестница не крадет твою полезную площадь. Да. И ты не боишься, что дети упадут. Ты не напрягаешься ходить туда-сюда, хотя это фитнес, конечно. У нас, Олег, были все дома двухэтажные и у нас четверо детишек. Мы набегались. Но зато в хорошей форме вдвоем, видишь. Нет худа без добра. Спасибо. Ну, ты знаешь, все-таки как бы в целях безопасности мне больше нравится одноэтажный дом. Еще есть особенность. Когда ты готовишь, даже вытяжка иногда не спасает и все это затягивает на второй этаж и все комнаты пахнут едой. Получается, все-все, что идет с кухни, идет наверх. Да. И к слову о кухне, да. Идемте на кухню. Смотрите, какая красивая белая кухня. Здесь, я думаю, три или четыре стульчика станут. Такая breakfast зона классная будет. Ну, ребят, вытяжка, тут какой-то другой механизм и она будет вытягивать, друзья. Мало того, что одноэтажный дом, так еще и нормальная вытяжка. Хозяйке будет пахнуть у вас домом хорошо. Наши люди не представляют себе дом без вытяжки. Если американцы, опять же, у них достаточно просто через микроволновку, фейковая такая, я это называю. Наши люди все говорят, сделайте нам вытяжку, чтобы она была красива, чтобы она вписывалась в интерьер кухни. Потому что для хозяйки это такой храм, ее кухня, атмосфера. И мы к этому максимально внимательно относимся. Так, выключайте. Тут сенсор какой-то стоит. В общем, о, видите, выключили. Тут какой-то сенсор на руку реагирует. Да. Наш такой повелитель вытяжки. А теперь выключайся. Значит, фирма General Electric, это у всех апплайенсы в этом доме, да, и во всех ваших домах. В общем, друзья, у нас просто, знаешь, идут споры, газовая плита или электрическая. У нас была и та, и та. Во-первых, я с газовой плитой замучилась. Она очень долго нагревает. Очень долго. Я не знаю, за что так все хотят газовую плиту. Она очень долго нагревает. Это раз. А второе, идут вот эти железные решетки, да, которые как бы на конфорках стоят, и ты вот это все готовишь. Они такие тяжеленные. И постоянно что-то капнет. Надо ее тяжелую поднимать, вытирать. Здесь, девочки, протер, и все тебе чисто и прекрасно. Значит, я так понимаю, что именно вот эту кухню, как она будет выглядеть, тоже люди все выбирали. Ну, по сути, что здесь? Они выбирали бэксплэш, выбирают люди, какую плитку они хотят. Опять же, у нас есть по умолчанию некоторые плитки, которые просто бесплатно. Не так много строительных компаний ты найдешь, где тебе бесплатно вообще у тебя будет бэксплэш вообще. Его часто нету, да? Его как бы нету. У нас он идет по умолчанию. Просто ты выбираешь там цвет плитки. Здорово. Если ты хочешь вот плитку, какую ты хочешь, прям особенную, ты ее купи. Для американского бюджета это немного. Привези нам, поставь, и мы ее тебе просто положим. Это тоже хорошо и выгодно. Ну, это для тех, кто хочет вот именно такую плитку. У вас с бэксплэш понятно. Потом как бы здесь, в этом доме, да, входит вот такая вот уголком кухня, да, буковкой Г. Кто-то любит, знаешь, вот чтобы здесь прям сильно много было места. Опять, я как хозяйка, мне надо одна рука, вторая рука, третья рука. Не ходить, знаешь, круги наматывать. Поэтому мне удобно, мне удобно. Я с холодильника достала, поставила, тут же плита. Это очень удобно. Но в то же время, когда мы садимся, люди покупают дом, они садятся с билдером и выбирают, если надо дальше остров, ближе остров. Это не проблема. Кто-то его хочет развернуть. Да. Кто-то хочет его больше сделать, меньше. Кто-то мойку делать на острове, кто-то не на острове. Да. Это то, что мы обсуждаем, то, что можно сделать. Это преимущество того, что ты покупаешь дом вот так. И через полгода он у тебя уже есть. Полгода. Ну, раньше было 4 месяца, сейчас очень много заказов, поэтому полгода. Друзья, полгода, и вы будете жить просто в идеальном доме по вашим всем желаниям, потребностям, возможностям. В общем, как захотите. Друзья, вы можете выбрать любой цвет шкафчиков на вашей кухне, но дизайн у всех будет вот такой. И я хочу сказать, что для меня это ничего лишнего. Я вообще очень люблю минимализм. Если бы не потерянные посылки, у нас было бы намного меньше всего в доме, поэтому для меня минималистичный стиль, вот как у вас. Вы вот ставите очень, знаешь, сейчас современные такие люстры, очень красивый цвет. И смотри, какой вид у тебя на бэк-ярд благодаря трем окнам этим. Да, кстати, давайте, давайте сначала на бэк-ярд. Если мы уже здесь, вы должны увидеть этот бэк-ярд. Три слова о Южной Каролине. Обожаю климат. Вышли, и такое ощущение, как на курорте, знаешь, и в Мексику лететь не надо. Птички поют. Птички поют. Такая, знаете, влажность, но она такая приятная, бархатный воздух. И что скажу, здесь, значит, у нас снова навес. Сколько здесь получается вот этот бетон? Не знаешь его размер? Я тебе на плане скажу. Он идет все равно шире, чем, мне кажется, стандартные вот в наших домах американских. Но за небольшие деньги, да? 10 долларов за квадратный фит можно долить себе или драйвей, больше сделать под RV, сделать место. Здесь добавить. То есть можно доплатить там небольшая сумма, обтянуть это сеткой. Здесь двери будут у тебя такие, знаешь, с автодоводчиком. То есть ты вышел. И здесь у тебя еще один такой будет порч, где ты уже будешь там, если надо, что хочешь делать. У соседей очень классный порч. У них идет бетон длину дома до конца. Залит бетон и также сделан навес, поэтому это как идея для вас. И еще там поставили sliding doors, да? Да, 4 штуки. 4 штуки. Я просто что сказала, мы когда этот вариант рассмотрели, я говорю, просто навес может давать тень. Но если поставить огромные sliding doors, которые будут давать дополнительный свет, то это не будет помехой вовсе. Но будет просто огромное место, где можно приглашать гостей. И знаешь, я бы вот так залила в конец дома, но сделала бы зону, если так можно было бы, чтобы сетка была. Конечно. Да, то есть в один sliding doors ты вышел, у тебя сетка, в другой ты вышел, там у тебя может что-то стоять, барбекюшка, еще что-то. Смотрите, друзья, участок здесь огромный, как и все участки original homes, что сейчас редкость. Очень сейчас застройщики экономят свои метры, так сказать, и делают маленькие участки. И большие участки это то, что хотят все, все хотят большие участки. И здесь идет аж туда деревья ваши, все ваше, природа. И участок вот туда, да, в ту сторону уходит аж. В общем, здесь очень много места. Здесь я не знаю. А, слушай, а бассейн можно сделать? Ну, если здесь нет HOA-физ, конечно, можно. Здесь нет HOA-физ. То есть и баню построить, и бассейн, и сторож, то есть это не проблема. Наши люди, это первый вопрос, который наши люди задают, а я как говорю, наши люди очень много покупают, чтобы не было HOA. Потому что люди хотят баню построить, люди хотят бассейн поставить, люди хотят, чтобы никто их не трепал дерево посадить, спилить, вот это все. Наши люди свободолюбивые. Это хорошо, потому что и RV можно поставить, и не надо вам отчитываться по каждому поводу. Мы в нашем subdivision, чтобы ты понимал, поставили на backyard бассейн. То есть он идет как, не надувной, а на фрейме таком. Нам прислали письмо, что мы бассейн должны убрать. Как? Это Америка, свободная страна. Как? А я знаю, почему. Наша соседка нажаловалась. Видимо, дети, когда плескали, шумели. Ой-ой-ой. Да, и все. И мы не смогли никак доказать. HOA на связь не выходит. Письма продолжают слать. И, в общем, мы очень сильно намучились. И Денис такой, следующий дом хочу без HOA. Как же они нас достали? Ты же понимаешь, что HOA это организация вот этих людей, сообщества. Да. То есть у тебя могут быть физ, то есть у тебя могут быть какие-то ограничения. Но куда твой сосед пожалуется? Нет этого сообщества, как бы. Тоже ты это пойми. Поэтому это круто. Наши люди, когда будут здесь. Да. Ну, как? Я сомневаюсь, что они решат создать. Потому что, ну, я уже знаю, у нас много продано домов. То слабо себе представляю, чтобы наши люди хотели сами себе тут. Плюс за это же платить надо. Вы же платите в год сколько-то денег. У нас очень дорогое. Мы 720 платим. Представь, 720. За то, чтобы тебе запретили бассейн. Да. И у нас даже нет этого бассейна общего на сабдивижене. Можешь представить? Обычно у нас где-то 480 может быть. Где-то вот где есть бассейн. Там, короче, 700 и без бассейна. В общем, друзья, участки большие. Соседи будут хорошие. Потому что очень много наших людей покупают у вас дома. Я люблю наших соседей. Можно сразу с кем-то подружиться. Особенно, когда детки есть. Знаешь, детки друг другу в гости бегают. За солью можно сходить. В общем, жить в нашем комьюнити. Знаешь, когда тебе не надо HOA, а ты можешь просто прийти к человеку и договориться о чем-то. Это же очень хорошо. И то, что ты правильно подметил за детей. Потому что здесь мы находимся как закрытого типа. То есть у тебя только один въезд. У тебя нет трафика, который труп трафик. То есть у тебя дети бегают. Они дружат с другими детьми. Они бегают. У них есть настоящее детство. Знаешь, это не так, что дети боятся с дома выйти, со двора. Они вот на своем колочке бегают. Все, я хочу купить у вас дом. То есть ты побежал. Тут каждый второй дом. Это дети, внуки чьи-то. Олег, ты сейчас говоришь о моей боли. Потому что у нас... Это не только твоя боль. У нас как раз таки вот эта история, когда проезжая часть. И спереди, и сзади. У нас гаражи отдельно выведены. И получается, что перед домом у нас улица. А сзади дома у нас гаражи, где постоянно пролетает машина. Угу. Ну и дети, остается детям только вот это. Они выходят у меня на велосипеды. Но только со мной и под бдительным присмотром. Потому что, к сожалению, они все люди соблюдают спид-лимит. И я переживаю, чтоб моих детей, в моем же sub-division, люди, которые там живут, их не сбили. Ребят, ну что, погнали в мастер-бедрум. Welcome. Здесь большие окна. Посмотрите, их три. Здесь тоже классно. Хотя уже вечереет. Уже около шести часов вечера. Потолок в стиле эко. Это круто. Посмотрите, сколько осветительных приборов. Их четыре по контуру и один на вентиляторе. У некоторых других строительных компаний один осветительный прибор в мастер-бедруме. Это жестко. У меня друг работает электриком. И большая часть его работы, он ездит по этим домам. И люди, когда уже заселились, они едут и, ну конечно же, платят деньги, чтоб им сделали дополнительные осветительные приборы. Это как бы не укладывается у нас в уме. Как можно там в спальнях, даже в обычных, ставить всего лишь одну вот такую лампочку. То есть, ну, люди стараются экономить по максимуму. Опять, опять, мы живем в такой комнате. У вас тоже? Да, у нас тоже. Это стандарт. Ну, жестко, да. Это, то есть, максимально, чтобы коды только пройти и все. Да. Ну, еще что в этом мастер-бедруме? Большая гардеробная. Фишечка, фишечка, смотрите. Фишечка. Гардеробная, опять же, конечно, здесь будет свет. И полки, которые, опять же, у нас есть, которые не железные, которых достаточно. Полки для нее и для нее, как говорится. А для него где-то здесь. Нет, на самом деле много полок, под обувь даже, видите, сделано. То есть, за это люди не доплачивали, я подчеркиваю. Это все идет на стоке. То есть, это не так, что у нас там компания, что за все доплачивать. Нет. То есть, вот почти все, что вы здесь видите, это все люди сделали. Просто не выбрали это, и это было. То есть, вы поняли, да? То есть, вы поняли, да? Если вы думаете, что все, что вы увидели в этом доме, за все это доплачивали, то нет. Это у ребят идет вообще-то стандарт. Это то, за что доплачивают, когда строят дома с американскими компаниями. Они доплачивают просто за все. Ну, зато там люди как бы клюют на то, что им назначали какую-то очень низкую цифру. Говорят, и как бы будто бы такой маркетинг на выход. Да, да, да. Мы как бы так не делаем. Мы страдаем. Мы не хотим строить что-то такое убогое. Мы стараемся делать, чтобы люди достойно в жилье жили. Что мне нравится, ребят, обратите внимание, 9 фит потолки и углубление идет. То есть, получается, по сути, тоже 10. Классно. Очень высокие потолки. Сюда и king size спокойно кровать встанет. У тебя тут место и для тумбочек, и для кроватных. Розеток много. И вот этот вид, вид просто шикарный. Посмотрите, утром встаешь с кровати, первое, куда смотришь в окно, такой лес прекрасный. И вот в том доме, который там, там мастер-бедрум, они тоже сделали вот эту дверь, которая слайдинг. То есть, как купешка. Еще с чашечкой кофе. Прям сразу вышел. Это очень замечательно. Пойдемте в мастер-бедрум, посмотрим. Сразу же такие двери набирают популярность. Ну, опять же, если кому-то не нравится, мы обычную сделаем, но можно и такое. Это без дополнительных доплат. Идем. Реально без дополнительных доплат? Без дополнительных доплат. Друзья, по-моему, все, что называет Олег сегодня у них, говорит, вот это, вот это, без дополнительных доплат. Нет, я тебе скажу, за что дополнительная доплата. Вот, например, смотрите. Чтобы вы не говорили. Ага. Вот люди доплатили за то, что у них в душе. А здесь у них идет плитка. Смотри. И у них на полу плитка. Ну, как бы понятно, что здесь, а в ванной у них нет поддона. Да. У них все сделано вровень. Видишь, это очень круто. И вода уходит просто. Это классное решение. Опять же, белый цвет. Кому-то нравится. Кто-то в черном цвете делает. За это люди доплатили. Можно нишу сделать. За это тоже люди доплачивают там. Ну, немного, но доплачивают. Так что я сразу обратила внимание. Получается, на полу идет плитка матовая. А там глянцевая. Очень красиво. Так блестит душ. Мне очень нравится. Два умывальника, конечно же. Всем привет. Да. Кварц. Кварц, да. Также здесь все с автодоводчиками. Все с автодоводчиками. Это здорово выглядит. Сантехника черного цвета. Вы сантехнику, опять же, можете выбрать, какая вам хочется. И за это доплачивать не нужно. За этой дверью у нас находится туалет. Он отделен. Потому что у некоторых тоже я такое видел, когда оно в месте. Ну, возле умывальника. Знаешь, ты будешь так сидеть на туалете и облокотиться на раковину. Это, конечно, жестко. Но люди экономят как могут. Мы стараемся, чтобы это, конечно же, было отдельно. Да. Это очень важно, чтобы туалет как бы в общей мастер-беструме был отдельно. Это продуманный вариант. Тут 4 спальни и 3 ванные комнаты. 3 санузла. Угу. И 2100 square feet в этом доме. То мы об этом не сказали. Да, мы об этом не сказали. Еще мы, знаешь, что не сказали? Что у вас все шкафчики, вот эти кабинеты, как мы их называем, и на кухне тоже все с автодоводчиками. То есть у вас не будет бах-бах-бах эти шкафчики бесконечно, когда готовишь что-то, знаешь, дети прибежали. Это очень хорошо. Потому что в американских компаниях ты будешь за это доплачивать. Ну да. У нас это идет по умолчанию. Как бы я не знаю, как это вот удивляет. Потому что надо мне чаще смотреть, ходить, как у других. Вот вы тоже удивились, мне это так интересно стало, что у нас вот эти трубы, которые отводят воду дождевую с участка, от дома, то что они уходят сразу же под землю и отводят воду от дома. И вас это так удивило? Да. Потому что я как бы не обращал на это внимание. Оказывается, что у других они просто как бы торчат. Да, да, да. И все это тебе идет на бэк-ярд или размывает перед домом. Американцы, да, они просто вот эти стоки гаторс, да, они их как бы строят и никуда они их не закапывают, ничего. И потом наши люди, кто покупают дома с американцами, в основном все их проводят как бы вот эту гармошку под землю. Ну и дополнительно либо сами делают, либо платят. Ну обычно сами, но это все равно стоит денег. Вот у нас дом для того человека, который хочет зайти, поставить сразу в мебель и жить. Кстати, вот что, обратите внимание, здесь даже убрано максимально чисто, что тебе не надо там перемывать после кого-то. Ну, образно говоря, хозяйка, конечно, перемоет. Нет, ребята, все красиво, чисто, уютно, продумано. Как ты говоришь, заходи и живи. Вот я бы сюда зашла с удовольствием и жила, но пока это только мечта. И знаешь, я думаю, что если мы будем снимать еще с вами домики продолжать снимать, и я буду все это видеть, 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 и каждый раз мне будет тяжелее возвращаться в наш дом, я скажу, Денис, все, ставим в дом, продаем, покупаем с вами. Однажды ты не вернешься. Смотри, у нас есть Ingles, Publix, Target. Это мы, знаешь, со стороны Freeway. Мы просто еще эту арию мало знаем. Но мы когда ехали, я всегда на это тоже обращаю внимание, как долго я буду ехать до Freeway. Потому что часто именно с Freeway трафик. Где ближайший магазин, если надо там молоко или что-нибудь докупить. Вот пять-четыре минуты, и ты говоришь, есть еще Publix. Ну вот в центре Bowling Springs, это вот отсюда. А сколько центр отсюда? Ну если центр Bowling Springs, то до десяти минут. И там же идет вот этот Aldi. Aldi, Target, Publix, Ingles. Слушайте, я знаю, это там Chick-fil-A еще есть. Да, McDonald's, Chick-fil-A и все. Да, я знаю эту арию, именно вот эту вашу улицу. Если это 10 минут отсюда, это близко. Потому что мы ездим в наши магазины 18 минут. Здесь эта костка 15 минут, то есть, ну это максимум, скажем. А все остальное ближе. Это вообще хорошо. Супер Subdivision. Да, вот мы, кстати, недавно продали все дома в Андерсоне. Очень классный, у меня обзор есть про него. Там 10 домов в лесу, прям вот просто в лес они уходят. Такой пушечный там Subdivision вообще. Ну что, тут прям такой этот, еще коридорчик. Да, но это еще один мастер-бедром полноценный. Здесь у тебя будет еще одна ванна и еще одна гардеробная. Давайте сразу посмотрим. Если кто-то с родителями, например, живет, какая-то или большая семья, или кто-то отдельно там вот хочет жить. То есть, здесь человек полностью приватно находится, полностью самодостаточный. Мне нравятся вот эти идеи, когда у тебя есть как бы еще свой выход, да, в туалет, там в closet, скажем, дополнительно комнате. Олег уже сказал, что у вас могут жить ваши родители. Это может быть гостевая комната с туалетом или уже подростки, знаешь, которые такие стеснительные, все, вот они хотят закрыться там у себя в комнате и радоваться жизни. Или грустить. Подростки говорят грустить. Или грустить, да. Смотрите, как сказал Олег, вот обложена плиткой со всех сторон, но здесь стандарт. Тут люди не доплатили, просто у них потом. Как бы, ну а вот люди решили в мастер-бедроме сделать, а так не делать. Здесь, наверное, будет трубка и просто шторка. Да. Что здесь классно? Здесь огромный такой closet, посмотрите. И еще за дверкой тоже, вот точно так же, как здесь. То есть это прям серьезная комната, хочу сказать. Для подростка. Да, да. Кстати, для девочки подростка. Идеально. Потому что, ну девчонки, подростки, это ж помодничать самое важное в жизни в этом возрасте. 100%. Давайте посмотрим с другой стороны. Здесь у нас идет, получается, унитаз и идет раковина. И вот раковина меня не радует. Я не знаю. У нас обычно такие раковины не ставят. Обычно раковины чуть-чуть больше идут, ну то есть с таким кабинетом. То есть тут по какой-то странной для меня причине, может быть, конечно, это люди попросили такое поставить, не знаю. Но зачастую у нас даже во втором мастер-бедруме будет раковина с кабинетами. То есть, я не знаю, мне, например, она не радует. Мне тоже нравится с кабинетами, это как дополнительное место, знаешь, куда можно что-то поставить вниз. Какие-то шкафчики у тебя есть, как бы там косметику разложить, еще что-то. Как бы место позволяло. Место, да. То есть я не знаю, каким они руководствовались, но люди сами хозяева. Ну, знаешь, как бы хозяин барин, как говорят. Давайте посмотрим ландри. То есть это прачечная, такое слово интересное. Да. Она тоже достаточно просторная. Есть обязательно все эти с автодоводчиками кабинеты. Место для машинки, для сушилки. Все чистенько, все аккуратненько. Я на это обращаю внимание. Есть люди, которым абсолютно все равно. Но нашим клиентам часто не все равно. Они хотят, чтобы было красиво. И тоже есть еще одна такая раковина. Хозяйки знают, для чего это надо. Чтобы замочить какие-то вещи перед тем, как положить ее в машинку. Да. То есть это удобно. Чтобы не надо было идти куда-то там за 3-9 земель. Ну, это суета. На полу плитка. Это тоже классно. Потому что в других каких-то компаниях там этого не будет. Вот. Идемте в гараж. Идемте в гараж. Смотрите, друзья. Первое, что я увидела, если вы были в наших домиках до этого, вы помните, что у нас просто идут стены, да, щитро как бы гипсокартон, да, который даже не замазан краской ничем. Хорошо, хоть швы замазаны. Здесь покрашены стены. И потолок даже. Еще и две лампы такие красивые. И окошки у вас есть дневной свет. В общем, очень, даже бортики эти есть. Абсолютно верно. Смотри. Здесь внимание ко всем деталям. Здесь все сделано не для того, чтобы ты зашел и продолжился, у тебя еще две недели какой-то ремонт, суета. Ты купил новый дом, и ты еще должен взять отпуск. Или еще там что-то. Вот, кстати, можем обратить внимание. Мне кажется, здесь будет очень видно. Это гараж. Вот просто гараж. Казалось бы, ну, это такое что-то неважное. Ты вот можешь посмотреть, даже в гараже, вот здесь очень будет видно. Я посмотрю. Насколько везде ровные стены. То есть это о чем-то говорит. Знаешь, как вот здесь люди убирают, а самое последнее под половичок. Да. То есть это не про нашу компанию. Даже если это гараж, все равно здесь все ровно, все четко, все покрашено. Ну, отлично. А если где-то какие-то мелкие, то люди, когда делают вот это Final Walkthrough, ну, с риэлтором, покупателем, они синим скотчем клеят, и все делается. Да. То есть максимально все сделано. Я проверила. Стена ровная. Денис, ты не помнишь, сколько розеток у нас в гараже? Не помнишь? Одна? Одна розетка? Да. Раз, два, три. Тут три, я уже посчитала. Ну, я не знаю. Одна это как бы совсем. Я даже не могу себе поверить, если честно. Может, вы там потеряли где-то? Может, потеряли, но... Это серьезно. Ты серьезно? А там, где у нас стоят эти... Нет, при этом нет. Олег, короче, знаете, сегодня получилась такая история. Я в шоке с их домов, а Олег в шоке с того, что он считал нормой, на самом деле нормой для большинства строителей не является. Ну, я удивлен. Нет, ну, серьезно, как бы я знал, что максимально делают, ну, то есть минимально делают, лишь бы чтобы пройти инспекшн, но чтобы в гараже всего лишь одна розетка, я даже для себя не представляю. Общаемся с риэлторами разными, которые у нас покупают, с покупателями. Вот говорят, final inspection, прошли с скотчем, мы обклеили, пришли эти ребята. Они их просто срывают. Они просто 80% снимают, говорят, это не важно, это ничего, это нормально. Я говорю, как это вообще-то? Друзья, это то, о чем мы говорили. Смотрите, они полностью уходят в землю. То есть они не будут подмывать вам тут, где бетон, ничего не будет выливаться, вам тут никаких луж не будет. Там вон кондиционер стоит, а здесь вот можно, да, обложить вот таким вот камнем вокруг дверь гаражную. Но еще я этого сразу не увидела. Посмотрите, какие чудесные маленькие лампочки идут по периметру дома. Вроде бы, знаете, тоже мелочь, но приятно. Красота, правда? Такие кустики красивые высадили. Все очень-очень аккуратно, красиво. Нам очень нравится. Вот такой дом, Алиса, от Original Homes. Сегодня мы с тобой посмотрели. Ну, мне очень понравился. Без лишних слов. Я бы сказала, идеально, практически. Я хочу 5-бедрумный дом. Наша компания может построить 5-бедрумов, гараж на 3 машины. То есть любой дом бюджетом, если у вас приаппровал 200 тысяч, и выше там 400-450-500. Какой-то кастомный, вообще там огромный. Мы тоже вам это построим. Дуплекс на инвестмент. Мы тоже дуплексы по 400 тысяч строим. То есть две половинки. Максимум всего мы делаем. Поэтому заходите на сайт, звоните. Все компания реализует для вас. Под ваш бюджет. Так что, друзья, предлагаю вам сейчас пройти на сайт. Посмотреть, какие есть планы, какие есть цены. Если есть какие-то вопросы, я добавлю. Есть номер телефона. Если Алиса его оставит под этим видео, будет здорово. Позвоните, мы все объясним, все расскажем. Если вы с другого штата прилетаете, мы встретим. Максимально сделаем ваше пребывание тут комфортным. Вы все посмотрите. И на все вопросы вам с удовольствием ответим. А если вы местный, приезжайте к нам в офис Инман. Мы выпьем вкуснейший кофе. И вы сможете прикоснуться к прекрасному. Это правда. Обязательно, если вы местный, вы должны увидеть качество стройки. У ребят явно есть преимущество, приоритет. Это не реклама, друзья. Это правда жизни. Я видела многое за эти три года, пока мы искали дома. Я видела реально. Друзья, качество, конечно, часто оставляет желать лучшего. И, как мы уже до этого говорили, что у ребят продуманные планы. Это тоже большое преимущество. Потому что, например, Денис вышел и говорит. 200, да? Скверфит? 200. 200, говорит. А по ощущению, 2500. Потому что все сделано с умом. Нету какого-то лишнего пространства, знаете, которое не используется. Реальное ощущение, что ты попал в большой, просторный, классный дом. А еще высокие потолки добавляют. Высокие потолки добавляют. Поэтому, друзья, приезжайте, смотрите, звоните Олегу. Можно все по телефону обсудить. Олег вам подробно уделит время, все расскажет. Приезжайте в офис, приезжайте на домики. У вас будет прекрасный дом с большим участком земли. Сейчас это мы в Боллинг Спрингс. Будет домики в Лайман, большой сабдивижн. И сейчас еще конкретно есть варианты? В Инмане, в Спартенбурге, в Данкане есть. Есть, да? Вот. Но вот это мой любимый, откровенно скажу. Наверное, поэтому ты нас сюда привез. Да. Спасибо, друзья. Всем, знаете, таким, которые классные, досмотрели до конца. Спасибо, что вы с нами. Друзья, мы всех вас любим. Благодарим за просмотры. Не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь. Оставляю все ссылки и телефоны. Смотрите домики. Общайтесь с Олегом. Олег, очень классный. Спасибо тебе. Спасибо большое, ребята. Мы были очень рады показать ваши домики. И будем еще показывать, потому что эти домики достойны больших просмотров. Спасибо. Да. Все, друзья. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок